Добрый вечер, дорогие, товарищи! Читает лекцию Юрий Михайлович Скок, публицист, член парламентской комиссии Государственной Думы по проверке итогов приватизации. Пожалуйста. Добрый вечер. 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 которое было осуществлено на Выборгском ЦБК, будем говорить так, от остальных предприятий, где также гробили, предприятия, где гробили судьбы рабочих, ничем не отличаются. Другое дело, что в некоторых местах очень изящно это сделали, с привлечением товарищей, в кавычках, из Москвы, созданием инициативной группы, которая брала на себя обязательства, и в результате этого получили право приватизироваться по третьей модели приватизации, когда им отдали управление на год. А это давало им через год получить уже пакет акций, который позволял им полностью распоряжаться активными предприятиями. Через год обманным путем, практически не собираясь совершенно выполнять обязательства, подписали вместе с представителями исполнительной власти акты о том, что да, выполнены все условия. Ну как могут быть они выполнены, если вот было, скажем, надо построить два дома, а их до сих пор никто не видел в советском. Вот, ну, как говорится, об этом можно говорить долго, но только для специалистов по приватизации останавливаться на этом не будем. Как тут, что кто-то здесь зарабатывал на этом, кто-то зарабатывал за границей, поскольку ликвидация предприятия, такое как Выборгский ЦБК, это очень большие суммы, которые шли к конкурентам, которые работали по выпуску целлозы, и таких комбинатов в мире всего пять было, насколько мне известно. И вот один из них в результате приватизации, он просто-напросто ставился крест таким вот. И, может быть, все те, скажем так, трудности, с которыми столкнулись работники предприятия, они так же как, ну, скажем так, ну, были бы уничтожны, как и на всех предприятиях в России, но забыли бы про них и разрушили предприятия, если бы, если бы не вмешательство, скажем так, внешних причин, которые позволили, позволили соединить внутренний стихийный протест рабочих с возможностями объективного характера. А именно, вот, 90-е годы, 90-е годы, это показательное время, когда столкнулись интересы, скажем так, двух, как любят говорить, элит, двух социальных групп, это старый хоспорт-актив и молодая ботинская поросль предпринимателей. Вот это очень сильно и показательно вылилось в Выборге. С одной стороны, это представители власти, Кириллов, Смирнов, выходцы их поддерживали из того же самого Выборга, Меликов, которые совсем не собирались отходить от кормушки. Но к этой кормушке рвались те, которым уже стала реально потребность легализации того, что заработали, скажем так, честно, получестным путем молодых товарищей, которые рвались властью. И, надо отдать должное, они пошли в эту власть, и схватка, которая произошла в Выборге в это время, она очень показательна. Представители этой группы достаточно известны. Рубинович, Рубиновичи и братья. Это Лысов, это Школдин, это Царство Небесное, недавно убиенный два года назад, Петров Александр Николаевич. Поскольку за спиной у исполнительной власти, у Спортактива, были свои административные ресурсы, то, скажем так, победившие, честно победившие в Выборге представители той группы, которая, скажем так, рвалась к власти, получившие мандаты местного самоуправления, тогда у них, как это называлось, совет местный, то, фактически, произошло то, что называется противостояние исполнительной и представительной власти. Депутатам нужна была поддержка. Эту поддержку они нашли в лице рабочих Выборгского ЦБК. Рабочие Выборгского ЦБК нашли возможность продержаться, продержаться в борьбе за свои рабочие места, получив, точнее сказать, таких союзников, как депутаты Выборгского районного совета. И уже к январю 98-го года фактически был высажен десант в лице депутатов Кирикова и Ванторина, которые стали, как говорится, во главе уже формально с Тачкома, и было создано предприятие, которое формально по юридическим законам имело все права для того, чтобы работать. И они, скажем так, честно работали. Я даже одну цифру приведу, что непосредственно Владимир Кириллов, глава администрации Выборгского района, он называет цифру, что за первые полугодия 99-го года Выборгский ЦБК, а это не остатки, которые принадлежали самым американским товарищам, которых не пустили, это новый ЗАО Выборгский комбинат целозобумажный, 13% произведенной продукции в Выборгском районе было дано для района именно Выборгским ЦБК. Это говорит о том, что они реально работали, и говорит, что там левак шел. Нет, эта продукция была, эти налоги платились. Это к вопросу тому, что при определенных условиях организовать работу предприятия были все возможности. Но дальше района, дальше района фактически уже создалась ситуация, когда включились ресурсы, как налоговая полиция, как просто полиция, как еще там до арестов доходило, до проверок и прочее. В ответ были организованы фактически митинги в начале Выборги, а потом уже и в Санкт-Петербурге. И вот товарищи, которые здесь присутствуют, непосредственные участники этих событий, фактически и вошли в этот процесс, в этот процесс, скажем так, естественным путем. Вот он заключается в том, что они пошли, пошли на работу, рабочие с рабочими, будем так говорить, без всякого корыстного интереса в получении каких-то финансовых дивидендов. Вот. Дальше, если говорить коротко, борьба перекинулась в Госдуму. Редкий случай, редкий случай, когда по проблеме какого-то предприятия, извините, две тысячи человек работают в советские, но чтобы несколько раз собирались парламентские группы для рассмотрения в Госдуме, когда несколько раз принимались непосредственно в Госдуме решения определенные, это, ну, Владимир Федорович подтвердит, есть ли другие предприятия, вот он головой машет, что нет таких предприятий. Он же также может сказать, что такой же редкий случай, когда из-за какого-то района, хотя в рамках России Выборгский район он достаточно интересный по своей специфике, но все равно, чтобы районные проблемы по урегулированию отношений между представительской и исполнительной властью также выносились в Госдуму, а там принималось, по-моему, два целых решения, именно для того, чтобы, ребята, давайте жить дружно. Госдума, честно говоря, мое мнение, дальше такого вывода не пошла, потому что она бессильна в таких ситуациях. Но, тем не менее, сам факт, что процесс был вынесен на самый высокий уровень, это уже показатель. Ну, а товарищи, которые, в кавычках, нам не товарищи, которым глубоко было плевать на отношения между, как говорится, этими ветвями власти, у них вот настрой был на активы, они делали свое дело, делали нагло, по-простому, по перекупке, где-то по фиктивному оформлению документов по передаче финансовых, невыполнению финансовых обязательств при передаче активов. Ведь фактически Неманор, когда забирал активы у Альянса, он принимал обязательства заплатить за тот период, когда формально активами владел Альянс, перед рабочими. Ну, когда сделку оформили, они просто подумали, а зачем рабочим платить деньги? И все, как говорится, отмели это дело. Но они не поняли, что здесь уже изменилась ситуация. И уже нового владельца, нового владельца не пустили на завод. Не пускали несколько раз. Вот, и первое событие, достаточно, скажем, жесткое, то, что произошло летом, это показатель того, что просто так без крови процесс не закончится. Когда в июле первый был штурм, 99-го года, то было понятно, что частные даже, как раз эти, хоть и хорошо подготовленные бойцы, при встрече с такими же бойцами, которых для охраны дали выборские депутаты, скажем так, которые имели возможность содержать охранные структуры, ну, как говорится, охранник охраннику может долго упорно разбираться, но если выходит еще и рабочий с дубинкой, арматурой, то перевес явно в честь. Пошли на такую, на такую, фактически, как сказать, провокацию, когда к решению проблемы были привлечены государственные структуры. И что такое тайфун? Тюремный спецназ. Это государственная структура, у которой конкретные государственные задачи они должны были решать. Нет. Уравняли, уравняли ситуацию на выборском ЦВК с ситуацией в какой-то тюрьме, допустим. Когда, фактически, четко проработанный штурм, который был в октябре уже. Ну и что? Они уже столкнулись с подготовленной, организованной структурой в лице пролетариата, в другом слове я вам это беру. Потому что, опять же, одни охранники без стихийного протеста рабочих ничего не сделали бы. В январе они просто, эти охранники, сдадут своим охранникам из другой структуры завод, когда все это будет ликвидировано. Здесь же фактически не охранники, а рабочие защитили. И тут произошло следующее, на мой взгляд, что ситуация, ситуация вышла из-под контроля выборских депутатов. Выборская группа, которая противодействовала с Кирилловым. Поскольку привлеченные уже настоящие товарищи, они перенесли пламя из Выборга, из Советского, из Выборга, в Санкт-Петербург и на всю Россию. Уже не список из 25 подписей представителей санкт-петербургских предприятий, а я, к сожалению, не подготовил списочек предприятий, которые направили письма и телеграммы с точком и в предприятию со всей России, он перевалил за 100. Более того, после этого, после этого, в Советском, на базе Выборгского ЦБК, можно сказать, не просто вот эта первая сиротичная конференция, а это фактически постоянно действующая стала практическая научно-практическая конференция по передаче опыта, опыта по организации управления предприятием, если ты собрался его взять в руки свои, по организации протеста власти и чтобы это еще все было на законных основаниях, вот что интересно в этой ситуации. Вот, и поэтому, поэтому, ну, скажем, выборские красные пиджачки приняли решение, что все хватит, надо завязывать с ситуацией, которая вышла из-под контроля фактически. Вот, этому, этому быстрому принятию решения способствовало и следующее. Вот, как вы помните, в этот момент решался вопрос, кто же будет президентом Российской Федерации. И товарищи, которые, опять же, в кавычках, нам не товарищи, приняли решение, и для всех было объявлено, что скоро будет президентом Владимир Владимирович Путин, который был в то время премьер-министром. Ну, у Владимира Владимировича был один большой минус, который мог отрицательно повлиять на окончательное принятие решения. А именно, на его родине, фактически, в Санкт-Петербурге, было два костра, которых окончательно нужно, не то, что окончательно, нужно было погасить, или это будет над ним висеть. Один костер, это ситуация с Юрий Тельевичем Шутовым, избиением, тем же самым тайфуном в Калининском суде людей. И более яркий костер, это Выборгский ЦБК, где фактически создался Народный университет по подготовке сопротивления уже в рамках коммунистического процесса движения. Подробности рассказывать не буду, но поверьте на слово, руку, как говорится, команда Путина приложила, потому что буквально, буквально, не то, что в месяцы, а в считанные дни они нашли общий язык между собой партнер Косактив и товарищи, которые якобы депутаты. Что произошло? Кириллова убирают с главы администрации, но назначают первым вице-губернатором Ленинградской области, причем курирующий правоохранительный блок. Вот, пожалуйста, мы тебя убираем, но ты за ними смотри. товарищи, которые депутаты, группа, которая рвалась к власти, пожалуйста, вот вам выбор, вот вам выбор, руководите им, но если вы где-то проколитесь, вот над вами товарищ Кириллов, который примет меры. Вот, товарищ, последний из тех, кто претендовал на активы выборского ЦБК. Это Саботаж, Шлозберг и Шмаргуненко, вот, которые формально, формально покупали активы. Все, будьте добры, расплатитесь вплоть до копейки. и эти копейки, сумма называется 5 миллионов долларов, этой команды была положена. Часть пошла в полной до копейки, отдавали рабочим, все отдали, хоть многие говорят, что кто-то что-то не получил, но до копейки отдали, с тем, чтобы рабочие выборского ЦБК прекратили любое сопротивление. Вот вам рабочие места, кто хочет, работайте. Определенная подлость была, что нужно было на словах предать тех, кто был против. Были против, были против непримиримые товарищи. товарищи. Ну, я считаю, считаю, вот то, что дальше происходило, это предмет дискуссии. Кто был прав? Кто был прав в этой ситуации? Нужно ли было прекращать какие-то активные действия? Или не нужно было? Вот это нужно рассматривать в рамках вывода. А была ли победной сама забастовка, сама деятельность народного предприятия? Многие говорят, что да, было поражение. Но, вот мое личное мнение, поражения не было. Сама, сама задача сохранения рабочих мест на будущее, она была выполнена. Комбинат был сохранен, комбинат работал. То, что потом будет происходить, это отдельная история. Та цель, которая была поставлена инициативной группы оставить предприятие активы за народным предприятием, она фактически была сверху, выше этой цели. И то, что она была не достигнута, она была, скажем так, не достигнута по многим причинам, и субъективным, и объективным. Но это не поражение. Другое дело, если бы эта группа осталась бы внутри выборского ЦПК, отошли бы они, сделали бы в шаг назад, то, возможно, многие последующие события были бы по-другому происходили, потому что они бы тогда не вокруг комбината бегали, а со своим профсоюзом были бы внутри. Но, опять же, подчеркиваю, это мое личное мнение, оно может быть и неверным. Предметом спора и обсуждения, самое главное, анализа событий, которые происходили на выборском ЦПК, на мой взгляд, является эта позиция, позиция руководителя профсоюзных официальных организаций, поскольку, ну, формально, если уж так говорить, они саботировали поддержку выборского ЦПК. Второй, второй вопрос, который требует анализа и выводов, это выборское ЦПК и коммунистическое движение. Потому что, то, что происходило с точки зрения поддержки рабочих коммунистическими партиями, их было несколько, оно по некоторым фактам вызывает изумление. Как коммунист КПРФ, товарищ, я в кавычках поставлю, Гройзман, призывал избивать рабочих выборского ЦБК с трибуны законодательного собрания. Это подтвержденный факт. Потому что он их называл бандитами. Вот у меня это здесь, я не понимаю, если ты уж выражаешь интересы рабочего класса, так помирай вместе с ним, а не призывай кому-то прийти и добить своего же товарища. значит он тебе не товарищ. Вот это вкратце, если на эмоциях. Хронику, честно говоря, вы многие знаете, высказывать не буду. Могу добавить, что вот это не книга, это рукопись. Это еще рукопись. Мы ее начали публиковать в интернете на странице АИП, архивы и библиотеки. При поддержке РКРП освещение публикации возможно и поддерживать публикацию будет и на средствах массовой информации партийных. Вот поэтому через эти сайты или непосредственно здесь вот томик этой рукописи находится здесь в РКРП. Кому подходить Спан Сергеевич скажет, если кто-то хочет почитать. Кое-кто уже прочитал и может судить. Поэтому вот тех трех вопросов я хотел бы попросить вас выразить ваше мнение. А именно оценка как самое главное была ли победа было ли поражение. Каждый может подойти субъективно но свою субъективную позицию прошу излагать в объективной форме чтобы не то что мне нравится не нравится нет мы победили потому что нет мы выиграли потому что или проиграли потому что в том-то в том-то и те два вопроса по профсоюзному и по коммунистическому вопросам движения просьба просьба на сайте или в письменном виде как удобно ваше мнение будет автору очень полезно ну и последняя последняя будет просьба если это действительно нужно с вашей точки зрения вот то поддержать ту акцию которую мы сейчас начнем вначале на своем ресурсе а потом будем просить всех остальных это сбор средств на издание этой книги вот без иллюстрации без иллюстрации это 704 странички иллюстрации еще на 100 статус ну где-то там можно поджать может быть но сами понимаете это вот издавать издавать в форме рукопись и оставить только у себя это неправильно вот мы считаем что если это книжка полезная мое мнение что книжка полезная она должна лежать в тех библиотеках где с ней могут познакомиться читатели не просто на интернете ресурсы где могут заблокировать вот настоящий момент рукопись лежит в областной библиотеке на Кирилловской если как говорится кто-то подойдет вас познакомит такое было условие еще один экземпляр лишит Выборгской районной библиотеки имени Алта то есть тоже можно подойти попросить и познакомиться ну а самое доступное для всех нас это тот экземпляр который находится на этой территории я укладываюсь еще время все вроде договорился тогда давайте так чтобы мне не думать что сказать я лучше отвечаю к сожалению хотел раньше но сделал вчера у меня папки документов соответственно за 90-е годы очень активно мы работали вместе в совет рабочих и поэтому ЦПК ездили очень часто скажем так там это есть один из документов вот как раз это проведение митинга у областного правительства и законодательного собрания Ленобласти это правительственная диктатура ну и соответственно 16 августа для того чтобы провести 16 августа мероприятие мы заранее подготавливались и проводили грубо говоря информацию для того чтобы подключились еще много много предприятий разные списки собирали соответственно этот самый ну и соответственно у нас этот список был очень большой больше даже чем 28 тут около 30 подписей даже которые уже были в курсах вот этого мероприятия соответственно про этот митинг ну соответственно вел Смойной дали добро ну соответственно мы проводили это мероприятие после мероприятия было принято заявление от имени совета ну и соответственно подключились ряд товарищей с предприятия которые подписали потом это обращение тоже заявление это я могу передать но с возвратом хорошо конечно я делаю копию верну ну и соответственно я папку документов передам потом ну и соответственно вы можете этот сам ознакомиться ну и соответственно дополнить может туда один момент скажем так так получилось вышел из администрации два старкой если вы помните да морда почему я говорю морда потому что очень была похожа на морду Гайдара внука легендарного того поэтому я принес вот это сам фотографий сегодня ну и соответственно когда я дал ему слово соответственно у нас были очень много приехавшие с ЦБК именно поселка советский ну и соответственно они немножко освистали скажем так ну и это мягко говоря зараза политическая с таким ехидством молвы моего деда репрессировали ну и соответственно ответную реакцию получаете ну вот несмотря на то что вначале он отчитывался от имени ленинградской администрации что мы выделили столько-то Шепот и прочее для того чтобы завод работал короче 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 да ты тоже хочешь много чего сказать почему говорю ну соответственно по конференции основной то что проводилось да даже вот этот самый сбор средств как раз 26-7 ноября то что было мы активно принимали участие но летом вот вы говорили про охрану и прочее да летом совет рабочих и рабочая дружина активно участвовали тоже в мероприятиях вот Гайдашчик это самое тоже то же самое как вас соответственно морда такая соответственно что получилось рабочая дружина я уже не помню сколько человек ну и соответственно целый месяц охраняли предприятие когда первый раз мы пришли светлый хороший день был причем мы прошли по предприятию посмотрели какое оборудование было то есть стан вот который делает бумагу 6 метров или что-то такое шириной ну и соответственно после этого наши товарищи из дружины и союза офицеров в камуфляжной форме поднялись даже на крыши некоторых зданий ну и соответственно грубо говоря принялись за работу три раза кормежка за счет ну вот директор Монторин обещал ну и соответственно это проводилось и что получается ну когда люди простые приходили что захватили предприятие что ли ну и люди наши объясняли пришла рабочая дружина защищать ваш ну и соответственно этот самый с Ленинграда перекрытие скандинавской там наверное есть есть ну это хорошо спасибо спасибо с Ленинградом пожалуйста выступление рабочего класса вот выборщики ЦБК одно из них потом была наверное забастовка на фурге такая многочисленная длительная которая тоже мобилизовала и показала солидарные действия разных политических сил разных организаций рабочего класса есть еще наверное борьба докеров вот на северо-западе да наиболее актуально где так или иначе тоже были проявлены солидарность от разных организаций я хочу подчеркнуть роль РКРП во всех вот этих действиях всегда присутствовала Российская Коммунистическая рабочая партия есть КПРФ которая разными депутатами и прочими деятелями так или иначе вставала на сторону противоположную есть Российская Коммунистическая рабочая партия вот депутат например Владимир Федорович Григорьев он здесь хотелось бы чтобы он выступил чтобы его запечатлеть участник тех событий которые оказывал депутатскую помощь и поддержку в борьбе работников выборского ЦБК есть непосредственно представители профсоюза здесь Артюхин Виталий Дмитриевич Гдерникова Тамара Борисовна как раз вот это историческое соглашение о солидарных действиях о котором говорил Юрий Михайлович вначале вот эти тоже здесь товарищи они тоже могут выступить продолжая я думаю что вы скажете заполните выступление но я хочу еще раз подчеркнуть что по результатам этих забастовочных действий на выборге была установлена определенная смычка между РКРП и правкомом завода выборского ЦБК причем она в дальнейшем реализовалась в политический союз и следующая выборная кампания блок коммунисты трудовая Россия уже входили представители правкома выборского ЦБК в список то есть вот здесь соединение экономической борьбы какой-то некой борьбы за предприятие с политической борьбой в том числе использовать депутатских ресурсов возможности выступить в избирательной кампании вот здесь удачная смычка и она конечно политическая партия выражающая интересы рабочего класса она как раз проявляется в эти моменты выражает она или нет зовет она дальше на борьбу или нет спасибо еще раз за вашу работу спасибо я хочу хочу сказать что здесь смычка еще одна произошла это профсоюзных организаций города и РКРП потому что вот спасибо Виталию Дмитриевичу с его помощью он свой профсоюзный актив привел профсоюзные организации родственных предприятий города и представители нашей партии РКРП и тогда на Выборгском ЦБК была проведена выездная конференция профсоюзного актива в поддержку работников Выборгского ЦБК мы там обменивались не только впечатлениями но и опытом у кого какой был потому что раньше немного раньше этого произошли события на ЛМЗ и наши товарищи и Миша в том числе все это помнят когда рабочая дружина РКРП помогала выдворить за дверь ЛМЗ на одного из дворов которого туда в директора посадили и вот это все имело значение и получались естественно результаты да но к сожалению вот той большей поддержки которую мы могли получить не получилось еще одна конференция которая проходила непосредственно в поселке Советской туда приехали депутаты Госдумы которых мы только там однажды и увидели помимо Владимира Федоровича приехали представители профсоюзных организаций из других городов я вот очень хорошо запомнила председателя правкома мукомольного завода из Щучанска это где-то Урал а приехал он потому когда узнал эту всю ситуацию что у них была такая же схожая и там у них дошло до перестрелки обоих сторон рабочих и тех кто представлял там поддерживал их и власть там это произошло в дальнейшем это вылилось в то что какое-то большое количество муки из Щучанской было привезено на Выборгской ЦБК они оттуда помогли это сделать помощь могла бы быть еще и больше но к сожалению железная дорога это единственный был путь по которому древесина доставлялась хотя из Коми по-моему какую-то часть древесины для производства бумаги присылали а потом перекрыли это власть конечно нажимала на все тормоза какие только могла но у стремления все равно она осталась и не было настроения или мнения что проиграли нет я с Александрой Юрьевной Заикина председателем правкома тогда вот в это горячее время когда ушли те муниципалы которые сначала были в правкоме они ушли а Александра Юрьевна она как раз и была избрана председателем правкома она за это потом и пострадала ее потом избили она до сих пор со своим здоровьем не влада но сейчас разговаривая с ней она в другой раз говорит ну вот тот уже как-то здрасте и проходит мимо и так далее я и говорю что пойми то что было на Украинском ЦБК это принадлежит не только вам это принадлежит вообще России это принадлежит нам это принадлежит профсоюзным организациям потому что показали как мы можем вместе работать если допустим ВКРП там все единомышленники и спорить по-моему не приходилось а в профсоюзах люди разные мы ходили к председателю профсоюза отраслевиков в Ленинградской области мы пытались там поднять их чтобы они встали на защиту проявили какие-то административные телодвижения но к сожалению все это осталось без следа но порадовало меня одно явление когда наше соглашение появилось и мы его публично значит представили народу нас вызвал прокурор Ленинградской области пригласил Александру меня и по-моему Тони и спрашивает что это вот действительно это вот каждое слово а там текст с небольшим на одной страничке мы говорим да каждое слово а сколько у вас ресурсов а сколько у вас людей а какое вооружение он перед рейфем всерьез он думал что сначала какая-то там я не знаю кто придет да а пришли люди которые четко и ясно излагают зачем они это сделали перед этим несколькими годами раньше такая у меня была ситуация на комбинате где я была председателем правкома да почему я так в это вписалась и мне а что у вас большая дружина много человек я говорю каждый работник и плюс член семьи по факту так и было у нас так случилось и здесь и поэтому вот надо не знаю чего еще надо где надо об этом сказать где это должно прозвучать и придать большей публичности потому что сегодня многие считают что а че там профсоюз а че там коммунисты вот все все в порядке мы живем у нас все есть но никто не думает о том что 12-часовой рабочий день он уже над неким полис а некоторые работают что это требует борьбы поэтому конечно я благогарно Юрий Михайлович он многому и меня учил и научил чему-то надо все-таки вот потому что важно в этой ситуации ощущать плечо рядом стоящего да и то что ты не сошел с ума вообще таких много и с этим надо дальше продолжать потому что я уверена что предстоят еще может быть не такие схватки как были может быть они будут происходить в более цивилизованном виде но это впереди пока рабочий класс есть и совесть и пролетарская гордость есть оно будет продолжаться предстоит отыгрывать спасибо за написавшееся наступление нет заключительное слово Юрий Михайлович сразу заключительное ну да ответ на вопрос во первых спасибо что сказали спасибо но это спасибо я бы трансформировал трём своим товарищам это Тамара Борисовна Ведерникова Александра Юрьевна Заекина и Александру Аркадьевич Молокову фактически документы которые собирались мы собирали все вместе тексты чтобы они читались это большая заслуга Александра Аркадьевича из этого самого дальше ремарочка такая нет лучше потом по поводу вопроса предложения по книгам значит этот вопрос уже обсуждался здесь на этой территории потому что книжка это книга она это монография которая фундаментальная которой нужно пользоваться для того чтобы сделать что-то более конкретное ёмкое и наше предложение было тогда не одну книгу сделать а две первая книга это для широкого круга читателей потому что многие эпизоды они достаточно сенсационные вот касаясь Тамара Борисовна и Оксана Юрьевна мы вместе работали когда уже закончились процессы на выборском ЦБК но мы тогда подтолкнули Оксану Юрьевну выступить с иском о который подтвердил чтобы суд подтвердил незаконность действий по приватизации чтобы суд подтвердил что не было домов больше пяти лет шел процесс и нам было понятно что он сведется к нулю мы хотели быстро и куда-нибудь там в следующий суд пошли нет и другого варианта не могло быть потому что в процессе судебном выяснилось что судья назначенный на ведение этого дела бывший юрист КУГИ который готовил документы для приватизации выборского ЦБК ну неужели она сама себя будет топить она долго терпела она долго терпела она должна еще та артистка ну сам факт что и что вы думаете ведь процесс он не то что не подтвердился она свела это к формальному признаку за столько лет выяснила что истец не должный что оказывается Александра Юрьевна рабочая этого предприятия не имеет никаких прав для того чтобы оспорить те процессы которые были при приватизации нашла такую заказу и просто просто по истечении срока она отклонила иск через несколько лет я вот пользуюсь случаем что заключение вот касаясь судебного процесса хочу обратить ваше внимание вот на процессы которые сейчас идут по стране опять передел собственности и кто-то кого-то сводят счеты и по происшествии 20-30 лет после событий выяснив что было нарушение в процессе приватизации начинают отнимать у бывших собственников те объекты которые пошли приватизации я понимаю это просто передел собственности но то что это сейчас создает прецедент еще раз ткнуть носом где эти два дома из-за которых отдали неизвестно кому это предприятие ну получается оно опять подсудно оно опять тогда было подсудно возьмите конституцию у нас считается что дела по собственности исковой давности от 3 до 5 лет в разных случаях а в конституции записано что по защите частной собственности нету срока исковой давности вот кому верить изменили подског ну так что я могу сказать вот коротко я ответил на вопросы вот теперь еще раз прошу вас стать активными подписчиками читателями пользователями вот той страницы на которой будет продолжаться сейчас публикация этой книги кто кто готов мы по моему корреспонденты да рабочие да школа кто готов включиться в работу в работу по книгам первая книга это для общего пользования а вторая книга Алина Федорович мы с вами на эту тему говорили это должна быть книга для узкого но очень широкого круга людей которые интересуются вопросами идеологии именно на основе вот этой книги сделать анализ ошибок возможных вот которые были тогда которые можно было исправить но это бы не имеет значения но которые нужно учитывать при дальнейшей работе я думаю что такая книга идеологическая должна быть мы готовы две книги дорогие товарищи значит объявляются каникулы до октября месяца во-первых я желаю всем хорошо отдохнуть совместить приятное с полезным полезное почитать классиков фартизма ленизма капитал маркса полное собрание сочинений и наука логики гигеля и сопричтение на лето домашнее задание спасибо спасибо